Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. Народный артист Александр Демьяненко сыграл в кино больше сотни ролей. Он был непревзойденным мастером дубляжа, но для зрителей он так и остался студентом-недотепой Шуриком из комедии Гайдая. Но эта роль, конечно же, принесла ему всесоюзную любовь и славу. Самому актеру она не нравилась, потому что сделала его заложником одного образа. Сниматься в кино он начал еще студентом, это была его мечта. До своего знаменитого Шурика он сыграл 17 ролей, но именно операция «Ы» сделала Демьяненко звездой. Сам он популярности своей жутко не любил, был человеком скромным и необщительным. Первый раз он женился в 21 год на давней подружке Марине Скляровой. С ней он был знаком еще со школы. Их счастливый брак продлился 16 лет, но в 75-м Демьяненко полюбил другую женщину. На студии Ленфильма Александр работал на дубляже, а Людмила Неволина была ассистентом режиссера. Он называл встречу с ней «даром божьим». Обманывать жену не стал, признался и ушел к Людмиле. Вот только бракоразводный процесс растянулся надолго. Супруги смогли пожениться только через 12 лет, а прожили вместе до самой смерти актера. Демьяненко умер в августе 99-го, совсем немного не дотянув до плановой операции на сердце. Он похоронен в Питере на Серафимовском кладбище. Его супруга Людмила Акимовна пережила Александра на 6 лет. Место ее упокоения находится рядом с мужем. Это место огорожено низенькими гранитными бордюрами черного цвета. Из такого же материала выполнены и памятники в едином стиле. На монументах нет фотографий, только фамилии, имена и отчества, даты рождения и смерти. А у Александра еще скупо выгравировано «актер». Перед памятниками есть место для клуба. Видно, что изначально там высаживались какие-то цветы, но сейчас все, к сожалению, запущено. Видимо, некому ухаживать. Если вы помните замечательного актера Шурика, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!